Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня я хочу приготовить печенье, которая называется сигареты. Они называются по-разному. Кто-то называет их минутками, кто-то называет рогалики ореховые, кто-то трубочки ореховые. Так что у меня сегодня они будут называться сигаретами. Рецепт у меня очень старый, ещё с советских времён. Готовила я много раз, поэтому рецепту получается очень вкусно. Что нам для этого нужно? Я тут отвесила 600 грамм муки, тут у меня сметана жирная, масло. Для начинки взяла тут конфитюр, это абрикосовый конфитюр. Я сама готовила. И у меня две начинки будет из конфитюра. Одна начинка с конфитюром и другая ореховая начинка. Сначала мы замешиваем тесто. Что нам для этого нужно делать? Масло и муку будем тереть в крошку. Мука должна быть просеянная обязательно. Я тут заранее это всё сделаю. Пока мы возьмём 3,5 стакана, а потом посмотрим. Если будет необходимость, мы добавим. Это желательно делать вручную. И сюда же обязательно нужно добавить щепотку соли. Совсем немножко. Вот такая крошка будет. И потом сюда вводим уже сметану. Сметана вместе с содой. Я ещё и добавляю немножко разрыхлителя. Сюда в сметану я добавляю чайную ложку соды. Ну, не с корочкой. Уксусом гасить не надо, потому что сода гасится в кисломолочной среде очень хорошо. И сюда, в эту крошку, добавлю чайную ложку разрыхлителя. Разрыхлитель, если не хотите, можете не добавлять, но тогда соду возьмите чуть больше. Так, и щепотку ванилина. Совсем немножко. Если ванильный сахар, возьмите чуть больше. У меня ванилин, поэтому я добавляю совсем немножко. Когда у вас сметаня получается, на сметане такая шапка получается, значит, это уже сода там работает. Всё. Добавляю, выливаю сюда. Тесто замешивать буду я вручную. Миксер для этого не нужно. Тесто у нас должно получиться такое мягкое и эластичное тесто. Если вы увидите, что тут у вас жиденькое тесто получается, да, немножко можно добавить муки. Смотрите, вот такое тесто у меня вот получилось. Видите, немножко, совсем немножко липковатое. Я ещё по чуть-чуть, совсем пару секунд до Миши наставляю тесто. Заверну в пищевую пленку и отправлю в холодильник. На 40 минут, а то и на час. Если у вас есть время, если нет, ну, полчаса тоже полностью хватает. Вот так вот складываем. Таким образом у нас потом наши сигареты получаются такие, слоистые. У меня вот от муки осталось вот столько, где-то, наверное, 50 грамм. Всё, я это заверну в пленку и отправлю в холодильник на час. Я тесто только что достала из холодильника. Оно у меня там полежало где-то чуть больше часа. Пока приготовлю ореховую начинку. Тут у меня жареный грецкий орех. Я измельчила. Ну, такие крупные кусочки у меня получились. Меньше не хочу. Сюда я добавлю одну столовую ложку тростникового сахара. Если у вас нету тростникового сахара, ну, добавляйте обычный сахар. И столовую ложку сахарной пудры добавлю. Сюда можно ещё и в разные эти добавлять специи. То есть корицу можно, гвоздику добавить. Ну, это уже на вкус. Ванильный сахар. У меня тростниковый сахар с таким кофейным ароматом. Поэтому этого аромата нам полностью хватает. Тесто я поделила на две части. Можно стол немножко посыпать мукой. Поделила на ровно две части. Надо раскатать круг, чтобы потом поделить на стегнин. Ну, для меня так удобно. А вы посмотрите. Можно и квадрат, можно и прямоугольник. Кому как удобно. А вот этот кусочек пока я оставлю под плёнкой, чтобы тесто не обветривалось. Духовка у вас должна быть заранее разогрета. У меня 190 градусов. Вы посмотрите, 190-200 градусов. Так, я раскатала достаточно такой большой пласт. Сейчас я поделю сначала на ровно четыре части, а потом опять же на эти части отдельно на сегменты дальше. Если вы хотите, чтобы ваши сигареты у вас получились маленькие, возьмите изначально тесто, вот маленький комочек теста и раскатайте, у вас пласт получится меньше диаметром. И они у вас получаются маленькие. Я просто хочу большие делать, поэтому так делаю. И опять же, вот эти поделю на ровно две части. Сейчас начинку я кладу на этой широкой части и заверну с широкой стороны к узкой стороне. Количество начинки определяйте сами, кто сколько любит. Я тут приготовила противень, положила тут пергаментную бумагу. И сейчас это всё я сделаю и туда положу. Вот так, с широкой части. Вот так катаем к узкой части. Они у меня вот такие получаются. И плотно не будем ставить. Оставим немножко дистанции между ними. Так вот так я отправляю в духовку. Как я сказала, духовка у меня заранее разогретая. 190 градусов, минус 15-20. Посмотрим по мере готовности. Сверху я яичным желтком намазывать не буду, потому что они так очень хорошо румяются. Ну, если у вас есть желание, в принципе, это можно. Вот такие у меня сигареты получились. Кто-то говорит, минутка, кто-то. Я называю их сигаретами. У меня так в рецепте. Я сейчас вам покажу. Смотрите, какие они классные. И снизу зарумянились хорошо. И сверху вот эти тоже. Так что намазать сверху яйцом, как бы, нет необходимости. И сверху я посыплю сахарной пудрой. Сейчас вам разломаю и покажу внутри, как они у меня получились. Вот такие просто прекрасные. Тесто такое, так приятно пахнет. Просто очень вкусные получились печенья. А вот это я сейчас вам покажу с джемом. Тут, видите, немножко джем. Конфитюр, витик немножко, но ничего. Просто я края, наверное, не сильно хорошо защипывала. Не сильно. Вот такие у нас очень вкусные, очень простые, и очень быстрые в приготовлении сигареты получились. Попробуйте, я думаю, что вам понравится. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем приятного чаепития. До новых встреч.